Добрый вечер. Ну, если, в общем-то, вы готовы, я бы тогда, с вашего позволения, поставила на запись. Вот, наверное, первый вопрос, насколько этот законопроект вообще можно назвать продуманным, проработанным? Не знаю, есть ли вероятность, что если там не его в целом одобрят, то хотя бы учтут там в будущем, если действительно будут какие-то санкции? Добрый вечер. Добрый вечер. В принципе, уже сейчас у Байдена есть все юридические полномочия, чтобы принять любые санкции. Ну, вот, да, то есть подобное, ну, как бы обилие подобных предложений, оно больше объясняется каким-то внутриполитическими мерами, ну, внутриполитическими историями, и насколько активно вообще сейчас обращают внимание вот на такие законопроекты в США? Ну, это для со стороны конгрессменов, сенаторов, это исключительно игра на тех избирателей, для которых важна проблематика украинская, российская и так далее. Ну, есть, ну, есть, ну, некоторые конгрессмены, вокруг которых довольно много украинцев, то есть, так, такого рода, значит, стимула могут быть. Поэтому это, скорее всего, такая внутриполитическая история на избирателей. А санкции Байден может принять какие угодно, может заблокировать, значит, переспондентские счета российских банков, может ограничить, значит, экспорт всяких этих чипов в России, и тогда Россия, ну, резко начнет технологически отставать. Поэтому это, вот, на данный момент это просто игра на избирателей. А насколько вообще сейчас, не знаю, возможно ли рассматривать этот сценарий, когда санкции объявляют вот без, ну, соответственно, вторжения России на Украину? Этот сценарий невозможен, поскольку даже если Конгресс подобится и примет какие-то санкции в отношении, значит, России по поводу Украины без, собственно, вторжения, все законопроекты о санкциях и все, собственно, законы о санкциях, они не носят прямого действия. Это означает, что, собственно, чтобы эти санкции вступили в силу, Байден должен подписать соответствующий указ президента, а там Министерство торговли, если речь идет о запрете на экспорты чипов или, ну, что, отдел контроля зарубежных активов Министерства финансов должны принять соответствующие нормативно-правые документы. То есть Конгресс может принять любые санкции, которые там, значит, начинаются прямо сейчас, но никогда законы о санкциях не носят прямого характера, поэтому, ну, это такая пыль-пыль. Да, понятно, Сергей, спасибо вам за комментарий, тогда, наверное, больше вас не отвлекаем. Спасибо. Хорошего дня, до свидания. До свидания.